Всем доброго дня, это Гелиосар и учебник биология, многообразие живых организмов, животные, 8 класс, за авторством Сонина, Захарова, УМК Живой Организм, издательство Дрофа. Страница 44. Тип круговые черви, второе название нематоды. Зоологи полагают, что число видов нематод приближается к 100 тысячам, однако ученым описано чуть более 20 тысяч видов. Многие нематоды ведут свободный образ жизни. Некоторые живут в почве. Почвенные нематоды связаны с корневой системой растений. Многие нематоды паразитируют на грибах, растениях и животных. В отличие от мелких, обычно до 5 мм, свободно живущих нематод, паразиты могут достигать в длину нескольких метров. Круглые черви возникли, вероятно, в протерозои и произошли от примитивных, не специализированных плоских червей, подобных ресничным червям современной фауны. Появление этой группы животных было обусловлено рядом ароморфозов. К ним относятся 1. Возникновение первичной полости тела, которая заполнена жидкостью под давлением. Она выполняет роль гидроскелета и участвует в обмене веществ внутри организма. 2. Прогрессивное развитие нервной системы, выразившейся в увеличении числа нервных стволов и формировании окологлоточного нервного кольца. 3. Появление задней кишки и заднепроходного отверстия, что позволило превратить процесс пищеварения из циклического в непрерывный, постоянно обеспечивающий организм энергии. 4. Разделение мышечного слоя на продольные тяжи мышц, способствующие большей эффективности движения животных. 5. Раздельная полость, обеспечивающая повышение разнообразия потомства. 6. Строение нематод. Несмотря на многообразие сред обитания, которые освоили нематоды, все они имеют общий план строения и сходную организацию. Форма нематод веретеновидная, так как тело их по направлению к обоим концам обычно сужается. Поперечное сечение тела круглое. На переднем конце расположен рот. Близ заднего конца на брюшной стороне анальное отверстие. Вдоль тела у большинства нематод проходит 4 продольных линии. Две по бокам и две посередине спиной и брюшной сторон. У самки на брюшной стороне тела, кроме выделительного, находится еще и половое отверстие. Снаружи нематоды одеты сложно устроенной многослойной кутиковой, выделяемой покровом тела и представляющей собой своеобразный наружный скелет, который создает опору для мускулатуры. Важна и защитная роль кутиковы. Она предохраняет нематод от механических повреждений и агрессивных веществ среды обитания. Особенно это важно для паразитов, обитающих в кишечнике. Под кутиковой и покровами расположен мышечный слой. Внутри кожно-мускульного мешка обширная полость тела, первичная полость тела, не выставанная эпителием и непосредственно граничащая с окружающими ее органами. Полость тела играет важную роль в обменных процессах. Через нее происходит транспорт веществ, усвоенных из пищи, от кишечника к мускулатуре и половой системе. Частично осуществляется и перенос продуктов обмена к органам выделения. Таким образом, жидкость, заполняющая полость тела, берет на себя функцию внутренней среды организма, подобно крови. Нервная система образована окологлоточным нервным кольцом, окружающим переднюю часть пищевода. От кольца вперед отходят несколько коротких веточек, назад направляются шесть стволов, причем два из них, проходящих по срединным спинной и брюшной линиям, мощнее остальных. Оба главных нервных ствола соединяются между собой многочисленными перемычками, которые имеют вид тонких полуколец, опоясывающих тело. Органы чувств. У нематод развиты слабо. Обычно имеются органы осязания в виде бугорков или щетинок, расположенных главным образом вокруг рта. По бокам главного мозга лежат органы химического чувства. У части морских нематод есть примитивные глаза, пигментные пятна. Пищеварительная система. Начинается ротовым отверстием, которое находится на переднем конце тела. Кишечник образует прямую трубку, тянущуюся через все тело. Передний его участок подразделен на ротовую полость и глотку, которую часто называют пищеводом. Ротовая полость может иметь различное строение. У некоторых хищных и паразитирующих на животных нематод в ней имеются кутикулярные выросты, зубы. У червей-паразитов растений глотка превращена в колюще-сосущий орган стилет, способный специальными мышцами выдвигаться из ротового отверстия. За глоткой следует слабо дифференцированная кишка, заканчивающаяся анальным отверстием. Для свободно живущих нематод пищи нередко служат различные мелкие организмы. Паразитические черви питаются соками животного хозяина, некоторые из них используют в пищу кровь хозяина. Органы выделения заменены одноклеточными шейными железами, выделяющими растворимые продукты обмена. Дыхательной и кровеносной систем нет. Газообмен и транспорт веществ по организму осуществляется посредством диффузии. Половая система представлена яичниками, в которых образуются яйцеклетки, и семенниками, продуцирующими сперматозоиды. Нематоды, как правило, раздельно полы и большей частью обладают четкими внешними различиями – половым диморфизмом. Большинство круглых червей откладывают яйца, но встречаются и живородящие формы. Одним из представителей круглых червей – паразитов человека – является аскорида человеческая, которая паразитирует в тонком отделе кишечника человека. Тело ее может достигать 40 сантиметров. Самцы – меньше самок. Чтобы удержаться в кишечнике, черви постоянно движутся против тока пищевых масс, питаясь полупереваренной пищевой кашицей. Оплодотворенное яйцо начинает развиваться в теле червя, но окончательно паразит формируется только в организме человека. Яйца аскориды, которых она производит огромное количество, покрыты тремя оболочками, предохраняющими их от действия даже сильнейших ядов. Попадая с фекалиями в окружающую среду, яйца при доступе кислорода во влажных условиях и при достаточно высокой температуре – около 25 градусов Цельсия – развиваются и под тонкой оболочкой образуется личинка. Обычно в средней полосе такие условия создаются в выгребных ямах, в туалетах открытого типа, где имеется большое количество гниющих нечистот. Значительную роль в распространении яиц аскориды и заражения ими людей играют обычные комнатные мухи. С немытых рук, с загрязненной водой, немытыми овощами, фруктами яйца оказываются в кишечнике человека, где из них выходят личинки, которые внедряются в стенки кишечника и проникают в кровь. С током крови они попадают в печень, сердце и по легочным артериям в легкие. Здесь личинки пробуравливают стенки капилляров, проникая в просвет альвеол. Далее они проходят в бронхи, трахею, вызывая воспалительные явления, сопровождающиеся кашлем. С мокротой личинки попадают в ротовую полость и вторично заглатываются. В кишечнике развивается взрослая аскорида. Таким образом цикл ее развития протекает без смены хозяев. Продолжительность жизни червя не превышает года. Аскориды отравляют организм токсическими продуктами обмена, а также воздействуют механически. Накапливаясь в большом количестве, они не могут вызывать непроходимость кишечника. Среди других круглых червей, паразитирующих в теле человека, можно отметить острицу, обитающую в тонкой и толстой кишке, трихинеллу, поселяющуюся в кишечнике или мышцах, нитчатку или филлярию, вызывающую слоновью болезнь и других. Экология и значение круглых червей. Нематоды живут во всех средах, где возможна жизнь. Многочисленные виды нематод ведут свободный образ жизни, обитая на дне океанов, морей, рек, лиманов и других водоемов. Кроме того, представители нематод живут в почве, заселяя все ее типы вплоть до песков. Многие нематоды поселяются в ходах короедов. Имеются виды, специфичные для фекальных масс, в том числе для навоза жвачных. Некоторые обитают в органах растений. Очень большое число видов нематод приспособилось к паразитизму в органах животных, поражая других червей, кольчатых, ракообразных, насекомых, моллюсков, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, в том числе человека. Вопросы и задания. Но перед этим не забудьте подписаться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее в описании под видео. Первый вопрос. Охарактеризуйте особенности строения аскориды. Что такое кутикула? В чем ее значение? Что ж, аскорида является нематодой, то есть имеет веретеновидную форму тела. Тело ее сужено по направлению как к голове, так и к концу самого тела. Поперечное сечение тела круглое. На переднем конце расположен рот. Близи заднего конца на брюшной стороне анальное отверстие. Вдоль тела у большинства нематод проходит 4 продольных линии. Две по бокам и две по середине. Спиной и брюшной сторон. У самки на брюшной стороне тела, кроме выделительного, находится еще и половое отверстие. Снаружи нематоды одеты сложно устроенной многослойной кутиковой, выделяемой покровом тела и представляющей собой своеобразный наружный скелет, который создает опору для мускулатуры. Важна и защитная роль кутиковы. Она предохраняет нематод от механических повреждений и агрессивных веществ среды обитания. Под кутиковой и покровами расположен мышечный слой. Второй вопрос. Какова роль полости тела у аскориды? Полость тела играет очень важную роль в обменных процессах. Через нее проходит транспорт веществ, усвоенных из пищи, от кишечника к мускулатуре и половой системе. Частично осуществляется перенос продуктов обмена к органам выделения. Таким образом, жидкость, заполняющая полость тела, берет на себя функцию внутренней среды организма, подобно крови. Третий вопрос. Как устроена нервная система нематод? Нервная система образована окологлоточным нервным кольцом, окружающим переднюю часть пищевода. От кольца вперед отходит несколько коротких веточек. Назад направляются 6 стволов, причем два из них, проходящих по срединным спинной и брюшной линиям, мощнее остальных. Оба главных нервных ствола соединяются между собой многочисленными перемычками, которые имеют вид тонких полуколец, опоясывающих тело. Органы чувств у нематод развиты при этом очень слабо. У некоторых свободно живущих есть что-то подобное глазам, пигментные пятна. Четвертый вопрос. Какие отделы составляют пищеварительную систему круглых червей? В чем, по вашему мнению, заключается биологическое значение возникновения задней кишки и анального отверстия? Ну что ж, пищеварительная система достаточно проста. Она начинается ротовым отверстием, которое находится на переднем конце тела. Кишечник образует простую прямую трубку, тянущуюся через все тело. Передний его участок подразделен на ротовую полость и глотку, которую часто называют пищеводом. Ротовая полость может иметь различное строение. У некоторых хищных и паразитирующих на животных нематод там имеются специальные выросты, а-ля, ну, похожие на зубы, кутикулярные такие выросты. У червей и паразитов растений глотка превращена в колюще сосущий орган, стилет, чтобы можно было высасывать соки растений. За глоткой при этом следует слабо дифференцированная кишка, заканчивающаяся анальным отверстием. Биологическое значение появления анального отверстия позволяет проводить пищеварение постоянно. То есть, с одной стороны глотают, с другой стороны выкидывают продукты обмена. У более примитивных, рассмотренных в предыдущих параграфах, организмов, там приходилось сначала глотать, переваривать, выплевывать, потому что было только одно отверстие. Здесь два отверстия. Можно постоянно глотать, постоянно переваривать и постоянно выбрасывать из анального отверстия. Это, конечно же, позволяет гораздо лучше приспосабливаться к обмену веществ и увеличивать объемы энергии. Пятый вопрос. Опишите цикл развития аскориды. Какие физические факторы среды обуславливают развитие личинки в окружающей среде? Аскорида человеческая паразитирует в тонком отделе кишечника человека. Тело ее может достигать 40 сантиметров. При этом самцы меньше самок. Чтобы удержаться в кишечнике, черви постоянно движутся против тока пищевых масс, питаясь полупереваренной пищевой кашицей. Оплодотворенное яйцо начинает развиваться в теле червя, но окончательно паразит формируется только в организме человека. Яйца аскориды, которых она производит немыслимо огромное количество, покрыты тремя оболочками, которые предохраняют их от действия даже очень сильных ядов. Попадая с фекалиями в окружающую среду, яйца при доступе кислорода во влажных условиях и при достаточно высокой температуре, не менее 25 градусов Цельсия, развиваются и под тонкой оболочкой образуется личинка. Обычно в средней полосе такие условия создаются в выгребных ямах, туалетах открытого типа, где имеется большое количество гниющих нечистот. Значительную роль в распространении яиц аскориды и заражениями людей играют обычные комнатные мухи. С немытых рук, с загрязненной водой, немытыми овощами, фруктами яйца оказываются в кишечнике человека, где из них выходят личинки, которые внедряются в стенки кишечника и далее проникают в кровь. С током крови они попадают в печень, сердце и по легочным артериям в легкие. Здесь личинки пробуравливают стенки капилляров, проникая в просвет альвеол. Далее проходит в бронхе, трахею, вызывая воспалительные явления, сопровождающиеся кашлем. С мокротой личинки попадают в ротовую полость и вторично заглатываются. В кишечнике развивается взрослая аскорида. Таким образом, цикл ее развития протекает без смены хозяев. Продолжительность жизни червя не превышает года. Ну, от себя добавлю, что в нынешних условиях заразиться аскоридами, это, конечно, надо постараться. Но если это происходит, то, в принципе, существуют способы лечения и этих крайне мерзких паразитов. Шестой вопрос. Как можно заразиться аскоридами? Какова география распространения аскоридоза? Ну, как вы понимаете, чем теплее район обитания, тем выше шанс заражения. Ну, а как можно заразиться, просто поев не мытыми руками, не мытые овощи, не мытые фрукты? При этом, конечно же, особенно если эти овощи, фрукты будут находиться где-то недалеко от вот такого вот общественного деревенского туалета, выгребной ямы, то есть там, где эти аскориды могут обитать. Такая вот особенность. Ну, и напоминаю, что, в принципе, молодой здоровый организм достаточно качественно может бороться с подобными мерзостями. То есть, поймите, прежде чем яйца аскориды попадут в кишечник, они должны пройти желудок. У здорового человека внутри желудка будет достаточно такая концентрированная соляная кислота высокой концентрации. А кислота, тем более соляная, это кислота. Она убьет всю подобную гадость. По этой причине я часто упоминаю, что только у больных и ослабленных организмов паразиты могут пройти и добраться до кишечника. В желудке, где присутствует соляная кислота, у здорового человека паразиты будут попросту уничтожены. Далее. Значит, какие гигиенические меры нужно соблюдать, чтобы предотвратить заболевание аскоридозом? Почему? Ну, по сути дела, это самые банальные вещи. Мыть руки, мыть фрукты, мыть овощи, ну и, разумеется, пить фильтрованную воду. Ну или хотя бы кипяченую воду. Восьмой вопрос. Как вы думаете, почему у паразитических нематод дыхательная и кровеносная системы отсутствуют, а половая хорошо развита? Очень просто. У паразитов им нет необходимости обеспечивать себя кислородом и питанием. Они все получают от организма хозяина. Но у них есть большая проблема. Система размножения, которая очень сложна. Ведь развиваться паразиты могут только в теле, либо промежуточного, либо основного хозяина. Поэтому им приходится производить огромное количество яиц, для того, чтобы хотя бы единицы из этих миллионов яиц смогли добраться до нового организма и там снова начать развитие. Далее. Девятый вопрос. Составьте развернутый план параграфа. Но здесь все просто. Первое. Тип круглой черви. Второе. Общая характеристика нематод. Третье. Строение нематод. Четвертое. Нервная система нематод. Пятое. Органы чувств. Шестое. Пищеварительная система. Седьмое. Органы выделения. Восьмое. Половая система. Девятое. Экология и значения круглых червей. Десятое. Вопросы и задания. Одиннадцатое. Итог. Итог. Круглые черви имеют веретенообразное тело. Круглое на поперечном разрезе. Внутренние органы расположены в полости тела, заполненной жидкостью. Нематоды раздельно полы. Круглые черви наиболее многочисленный тип червей. Из которых описано более 20 тысяч видов. Встречаются как свободные живущие, так и паразитические представители типа. В борьбе с червями-паразитами большое значение придается личной гигиене, санитарному контролю за качеством воды и пищевых продуктов.